Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дом, школа, школа и снова дом Так жил Дмитрий до 13 лет Что и говорить, скучно Конечно были друзья, какие-то прогулки Но не было никакого по-настоящему серьезного дела Которое бы захватывало Так, чтобы глаза горели И вот однажды, в один самый обыкновенный учебный день Русичи в моей жизни Появились в 6 классе Пришел Юрий Васильевич На урок, я помню, математики Нам его сорвало практически Но это был такой приятный срыв Что такого сказал Юрий Васильевич Вот тогда, в 6 классе Когда он ворвался и сорвал урок математики Ну, наверное, завел Нас, ребят, я имею в виду Мальчиков, тем, что предложил Такое вот, что Как сказать Ну, чисто мужское занятие Это военное Дело, это же А как это можно на пальцах Вот так вот в классе объяснить А никак Просто пришел Показал Позвал на занятия Там, были в этот же день Мы пришли Постреляли из винтовок Автомат разобрали Пострелять из винтовок Разобрать автомат Какой мальчишка не мечтает об этом Главное, не заиграться Но Юрий Васильевич Сухов Когда создавал православный Военно-патриотический клуб Русичи Все рассчитал правильно Оружие опасно в руках человека В голове которого нет ума А в сердце нет милосердия Во главу угла Юрий Сухов Ставит воспитание души Через изучение старинных русских игр Через изучение национальных традиций Через возвращение к духовным истокам С появлением Русичей в твоей жизни Что изменилось? Если бы их не было Я бы, наверное, был бы Как большинство наших сверстников Моих сверстников Которые сейчас идут по улице Пьют и курят А я... То есть это все-таки уберегло Да Основное, что дает Юрий Васильевич Со своими русичами? Через игры идет воспитание Внутреннего духа каждого человека Человек готов Если, ну, играет в игры Он может действовать в команде С своими товарищами И это заключается не только В игре или в бою А в общем В бытовых вещах А что за игры? О каких... Какого рода играх мы говорим, да? Мы говорим о спортивных Таких русских народных играх Как то? Как то лапта Городки Свайка Русский хоккей Русичи задумывались Юрием Суховым Как клуб для детей и подростков Дмитрий ни к тем, ни к другим Уже не относится И тем не менее Продолжает приходить в Русичи Теперь в качестве вожатого Русичи Это, наверное, часть уже моей жизни И уже трудно представить меня без них То есть вы выезжаете в лагеря И ты там Отдаешь себя новым Как сказать? Новобранцам Да? Сложно это? Это и сложно, и интересно Отлично для меня это интересно А что? Ну, сложности, когда тебе интересно Это ничто Это все пройдет А интерес останется Как ты думаешь? А вот Юрий Васильевич Зачем ему Зачем ему эти русичи? Зачем ему все это придумывать нужно было? Может, потому что Ему не все равно На будущее страны нашей Вот И поэтому Есть он, есть мы И мы работаем вместе Русичи появились на свет Несколько лет назад Основная инициатива Исходила от бессменного Руководителя Юрия Сухова Но уже тогда Когда основание Необычного православного клуба Было всего лишь неоформенной идеей У Юрия появились подвижники Благодаря активной помощи которых Проект и состоялся Ну, наверное, начну я с вопрос Про Юрия Васильевича Как он у вас в жизни появился Я почему-то думаю Я думаю, что, наверное, это все от вас идет Да, Елена? Как-то по возрасту ближе вы Это друг семьи? Да, это друг семьи Мы давно друг друга знаем Очень давно Вот И, наверное, по роду своей деятельности Мы были близки друг к другу Вот именно по духу Так как Юрий Васильевич педагог Вот А я работаю в наркодиспансере И работаю с зависимыми людьми И когда Вот на моих глазах Приходят люди, которые страдают Зависимостью, да, и их семьи И, конечно, вот эта вот тема Мне очень близка просто То, что сейчас происходит у нас Я имею в виду Что очень зависит от семьи И воспитания То, что какой контакт Между родителями и детьми Очень играет большую роль Потому что потом уже Впоследствии Какие-то, ну, происходят Такие процессы Наверное, в семье Я не знаю Вот То, что дети начинают употреблять И поэтому, в общем-то У нас возникли Возникали разные идеи Как сделать так Чтобы было интересно И детям, и родителям И чтобы они были вместе Чтобы были вместе Чтобы был какой-то контакт Чтобы в дальнейшем Дети не ушли на улицу И поэтому, в общем-то Эта тема такая вот У нас бы возникла Так, и куда все это вытекло? Потому что русичи Там же родители Вместе с детьми не занимаются Насколько я знаю Ну, в русичах тоже дети Родители участвуют Да, участвуют, конечно Лена, как вот все дошло В итоге до того Что сейчас мы имеем Вот от стадии идеи До стадии того Что вот сейчас Уже даже при храме Есть помещение Почему при храме? Почему при храме? Потому что мы православные люди Да, и, естественно Ну, хотелось как-то вот Привлечь именно людей Чтобы было это как-то при храме Подумали так Что, может быть, пойти к отцу Павлу И писали тогда письмо И подумали о том Чтобы, ну, как-то просить Так, чтобы как-то вот он Отозвался на это Когда русичи зарождались Кристина была еще совсем ребенком И, тем не менее, принимала Активное участие в создании клуба Затем стала одной из первых Его воспитанниц Теперь она вожатая русичей А опыт, полученный в работе Лег в основу дипломной работы Кристины Вот эти русские игры Они добрые И они, в них очень много Очень много моментов Которые они воспитывают в детях То есть это не просто В ладоши похлопали, потопали Развощеки и убежали Да, разбежались Это игры Воспитывают взаимовыручку Взаимоподдержку Командный дух Но там же не только лапта Еще учат и стрелять из пистолета Из рогатки Из каких-то, не знаю Больших таких автоматов Или не знаю, как это правильно называется А это что воспитывает? Это военно-патриотическое Как бы патриотическое воспитание Все-таки мы русские люди Мы хотим, чтобы наши дети Были патриотами своей страны Чтобы и... У нас же как бы основная, конечно, Часть мальчики занимаются Вот, они будущие защитники Почему это так много дает? Это простая игра в лапту Точно так же сейчас, да Везде пропагандируют Там, урок физкультуры У нас даже в маленьких классах Идет три раза в неделю Ну, все то же самое Но почему оттуда не вырастают такие дети А у вас вот за один раз в неделю вырастают? Наш клуб, он же не ограничивается игрой в лапту Мы смотрим кинофильмы Мы посещаем службы У нас есть, ну, литургии У нас есть занятия, там, беседы с батюшкой, например Если в лагере в каком-то То есть деятельность настолько разнообразна И все вот это в совокупности Оно и дает такие результаты Что за человек такой Юрий Васильевич Которому вот вдруг не все равно Вот многим все равно, а ему нет Ну, мне кажется, что Юрий Васильевич Он вообще из династии педагогов Наверное, это что-то генетическое Да, вот один как вариант такой, да И в то же время просто вот он человек такой Который, ну, наверное, неравнодушный Вот есть люди неравнодушные Таких людей мало, возможно, да, вот таких, как Юрий Васильевич Может быть, это один на тысячу И поэтому он как-то очень вот увлеченно этим занимается Вообще натура очень увлекательная Я думаю, она вас очарует Он настолько харизматичная личность Вокруг него всегда собирается народ Для становления русичей немало сделал отец Павел Напомню, православный военно-патриотический клуб Существует при храме святителя Тихона Задонского в Сокольниках Игры проходят на прихрамовой территории А недавно у русичей появился свой штаб Тоже благодаря храму Как получилось, что вы познакомились с Юрием Васильевичем? Это была его инициатива Он пришел к нам в храм Предложил свою возможность заниматься с детьми Народными играми Как-то очень было просто Почему вот странное сочетание Народные игры и храм Почему он не пришел в муниципалитет Или там в какую-нибудь управу какого-нибудь района? Всякое такое движение, оно требует, конечно, многой поддержки И его правы, и муниципалитета, и общественных организаций Но в том числе Юрий Васильевич искал помощи и в храме Как-то вот И, ну, не сразу, но нашел ее Вот, я думаю, что Конечно, церковь должна поддерживать всякую добрую инициативу Потому что, конечно, в современном положении Основы общества разрушаются И это не только отсутствие веры Но и дальнейшее разрушение идет уже в сторону Потери взаимопонимания даже в семье И среди роз, среди ровесников И какой-то уход в виртуальную реальность Нереальность такую виртуальную Вот, и, конечно, всякая поддержка Нормальных человеческих отношений В том числе и через игру Она, на мой взгляд, очень хороша Потому что игра, народная игра Особенно не просто там Она помогает человеку Как-то Найти понимание между другими Между сверстниками И со старшими понимание найти И как-то включиться в общее дело Пусть оно сейчас и не имеет какого-то реального выхода Оно создает условия для того, чтобы человек мог Чувствовать свою значимость И учиться ее реализовывать в жизни Именно отец Павел помог мне найти ответ на вопрос Как возможно современных детей Заинтересовать такими непрестижными забавами Как игра в лапту или в городки Согласитесь, это ведь совсем не так красочно Как играть на планшете и смартфоне А ведь цепляет Наверное, все-таки интерес детей к тому, чтобы делать общее дело Естественное в их возрасте Вот, оно, конечно, дает себя знать И если они сталкиваются с человеком увлеченным Который с любовью делает свое дело И видит их, а не просто какие-то там свои интересы То это находит в их сердцах осклик и понимание А то, что это происходит на территории храма Каким-то образом это меняет детей? Влияет ли это? Или им все равно, как вам кажется? Ну, думаю, что все-таки это мне все равно Вот, но каких-то показателей, если так можно выразиться Перемены в детях, я сказать не могу Разве что спрашиваю благословения, конечно Это, конечно, значительный момент для детей Которые, в общем, достаточно далеки от храма Выросли вне церковных семьях Я думаю, что сейчас только семена такого отношения Засеваются в их сердцах А всходы, Бог даст, будут позднее Я немножко хочу спросить вас про Юрия Васильевича Вот как вам кажется, что за человек это такой? Почему такой вопрос задаю? Потому что, ну, сейчас, ну, немного людей смотрят в сторону молодежи Единицы Вот чем он таким обладает? Почему ему не все равно? Очень трудный для меня вопрос Я как-то вижу в этом руку Божью Господь дал ему сердце, расположенное к детям Вот, и как-то дальше этого не вижу Каждый раз удивляюсь тому, что это есть Вот, но каких-то реальных, таких земных объяснений Этому, ну, пожалуй, не нахожу А это просто, получается, игры ради игры Ради физической нагрузки Или за ними стоит какой-то более глубокий смысл? Я думаю, что за ними все-таки стоит взросление Такое в коллективе Умение понимать друг друга И взаимодействовать друг с другом Вот, что, конечно, всегда есть строительство характера человека Ну, вот оно, то самое небольшое помещение Которое предоставил храм Юрию Васильевичу и его подопечным под штаб Здравствуйте Здравствуйте Я, собственно, Ульяна Меня Михаил Очень приятно, Михаил Взаимно Спасибо, что вы меня ждете Ну, показывайте мне ваш штаб Ну, пройдемте сюда Да, ух ты, сколько у вас тут всего Это вот как раз тот самый реквизит, который для игр Да, это, соответственно, весь реквизит, который мы используем Ага Я знаю, что вы играете в лапту Где, например, для лапты что? Да, мы играем в лапту Вот, соответственно, вот здесь вот у нас биты Чем играют? Я ни разу не пробовала играть в лапту Вот, играют, собственно, вот такой вот битой Играют, на самом деле, мячами кожаными Но вот так как они очень жесткие Мы играем обычными теннисными мячами А это возможно вообще попасть по теннисному мячу Какой-то такой палкой А сколько надо учиться? Ну, тут нужна просто хорошая координация Учиться не нужно Рядом с инвентарем для игры в лапту Оружие для лазерного пейнтбола Конечно, забава не русская и далеко не старинная Но иногда русичи играют и в него Все-таки служить в армии и защищать родину Этим ребятам предстоит не в древности, а в современности Но присутствие таких штук в русичах Скорее исключение, чем правило Это мишень, мишень для чего? Это мишень для лука А, вот и лук, слушайте Да, вот и лук Это настоящий, да? Это настоящий лук, да Настоящий лук Тугой какой А стрелы тоже настоящие? Стрелы, конечно, настоящие А это же опасно? Ну, это не так опасно, если соблюдать технику безопасности Кто следит за техникой безопасности? За техникой безопасности следим все взрослые и кто помогает А какой у вас разброс возраста детей? Детям от шести лет до семнадцати, шестнадцати лет Пять лет назад он пришел сюда ребенка Его пригласил друг Теперь бывший воспитанник, шестнадцатилетний Михаил Один из самых молодых вожатых русичей Что вас привлекло? Вот эти какие-то мальчишечьи атрибуты? То, что можно по лесу погонять? Скорее всего, ну и сам коллектив, который здесь был Он всегда здесь был хорошим, слаженным А вот сейчас уже, будучи достаточно взрослым молодым человеком Как вы думаете, это просто игры такие, забавы? Или что-то за ними стоит больше? Ну, мне кажется, за этим стоит что-то большее Возрождение, наверное, культуры А что детям это дает? Вот вам, тем подросткам, которые еще приходят? Ну, это дает, наверное, физическое развитие И все? Ну, не только, духовное тоже А кем вы хотите стать? Я хочу стать педагогом Педагогом? Да Это вот желание случайно появилось не после того, как вы в Русичах оказались? Ну, вот как раз после этого Несмотря на то, что Михаил совсем еще юный Родители со спокойной душой доверяют ему своих маленьких детей Наверное, потому что знают Людям, которых воспитал Юрий Васильевич, доверять можно Потому что они ответственные Такие, как сам отец-основатель Русичей Познакомиться с Юрием Васильевичем и его Русичами Проще простого Достаточно в любое воскресенье приехать к храму святителя Тихона Задонского Который находится в Москве, в Сокольниках Ой, не вернитесь! Хорошо Здрая! Держи! Здрасте! Ой, здрасте! Оценить ситуацию надо в мгновение ока 3-1 3-1 Команда, которая в городе выигрывает Граем Эх, было бы 3-2, если бы была свеча поймана А сейчас 3-1 Они ведут По командному голосу я догадалась, что Юрий Васильевич, это вы Да Очень приятно Я Ульяна Здрасте С данной минуты вы судья? У нас, да, я судья У нас большая русская лапта А научите меня, может, я тоже немножко поиграю Возьмете мне какую-нибудь команду? 15 минут вы будете с видом знатока уже других учить Вот, поэтому 15 минут игры Игра быстро осваивается Объяснить на словах, как играть в лапту, очень сложно Эту забаву надо осваивать на практике Увлекательное, я вам скажу, занятие Куда интереснее всяких компьютерных игр А общение, которое получаешь во время игры Не сравнить со скучной и порой бестолковой перепиской в соцсетях Мы искали для детей Какое-то хорошее, интересное дело Чтобы для нас, для всей семьи, оно было интересно Чтобы и для них, и для Родины это пользу приносило А у вас сколько детей и кто? Двое детей, Варя и Илья А, то есть мальчик и девочка, и оба здесь? Да, да, оба здесь Как меняются дети? Ну, во-первых, они, конечно, наверное, больше научились отдавать Перестали какие-то свои эгоистические интересы на первый план выставлять А вот если поговорить про Юрия Васильевича, что это за человек, почему ему не все равно? Потому что я думаю, что это человек, который любит детей, любит свою Родину Которого воспитали хорошие, добрые люди Вложили в него очень много прекрасного и замечательного Ну, в общем, человек, который просто так воспитан, наверное, который отдает людям много тепла, много доброты, много любви Так, а это тот самый лук? А это тот самый лук И одни девчонки? Ну, мальчишки играют в лапту Ага Занятые Тот самый лук, из которого стреляли и тысячи лет назад, и пятьсот лет назад, и сто лет назад Это обычный лук Научиться сложно? Научиться не сложно, но все равно определенной техникой надо обладать Здесь, в Русичах, не те луки, из которых стреляют современные спортсмены Они подобны тем, из которых пускали стрелы наши с вами предки Но тянуть тетиву на таком луке, я вам скажу, не самое простое дело Так, можно, да, попробовать? Да, можно попробовать, нужно даже Пятаться левой рукой Щеки красные у всех Да Тепло вам? Да, очень Тепло? Да Совсем не холодно? Нет Посмотри, даже прям ни капельки, нигде, ни в одном месте Часто сюда приходите? Кажется, я помню Твоя любимая здесь игра, это какая? Моя, это стульба из лука Из лука, так А у девчонок какая любимая игра? Ну, лапта, наверное Лапта? Почему лапта? Интересно Ну, как бы новые, необычные, никогда раньше не играли, пока всегда не ощущали Что в этой игре главное? Командная, мне кажется Командная работа Командная идут А сейчас я смотрю, вы играете в хоккей И тут же и девчонки Чего девчонок в хоккей привлекает? Ну, я люблю хоккей, но я не знаю, что привлекают Нравится тоже бегать Ну, это же мальчишечья игра Весело У нас мальчики нормально играют, спокойно Поэтому не страшно Ну, теперь расскажите мне про Юрия Васильевича Что это за такой человек, которому вот все вы зачем-то нужны? Юрий Васильевич, он очень добрый Он нам как отец Он о нас заботится Ну, он старается, чтобы мы ничего плохого не учились Пусть он иногда нас ругает, но все равно он для нашего блага это все делает Чтобы мы становились лучше Вот, ну, некоторые ребята приходят Там вообще прям хулиганы уходят отсюда такими хорошими Потому что Юрий Васильевич нас воспитывает Организовывается что-то интересное Поездки в детдом, в школы мы проводим Ну, русские игры народные Чтобы всем показать Вы были в детском доме? Да, очень много раз Ребята, которых Юрий Васильевич Всей своей жизнью учит отдавать Заботятся о ближнем Уже сейчас испытывают потребность дарить радость тем Кому этой радости не достает Значит, они обязательно вырастут хорошими Отзывчивыми, неравнодушными людьми Вы знаете, очень много говорят о том сейчас Что дети и оружие Это воспитание агрессии Что может быть не нужно У вас все дети с оружием Девочки, мальчики Причем с достаточно опасным Как-то лук, например Дело в том, что Сейчас в мире столько агрессии Столько компьютерных игр Со стрелялками С такими стрелялками Где полный эффект присутствия Там и кровь, и вскрики В фильме показывается Выпускается Голливудом Штампуется Всяческие ужасы Поэтому у детей Детей надо бы оберегать Вот от этого в первую очередь А что касается Нашей подготовки Военной То она вполне традиционна Она никогда не приводила Никаким срывом Это проверено временем Война, понятное дело Это безусловное зло Но в то же время Обратимся к традициям Нашей веры Защита Отечества Защитники Отечества Всегда почитаются Как святые И примеров таких Для русско-православной церкви много Как вам удалось Современных детей Которые полностью погрязли Сейчас в айпэдах В компьютерах В интернете Полюбить Играть в лапту Слово «забава» Даже Русское слово Оно означало В старину Прежде всего Пользу А потом уже Какое-то удовольствие Какое-то развлечение Поэтому все эти игры Готовили детей К какой-то деятельности Либо к военной службе Либо к хозяйственной деятельности Либо к семейной Поэтому вот Лапта Это игра Которая взята Из Это аналогия Боя за крепость Это мудрость предков Она и обуславливает То, что эти игры Привлекательны Вам это зачем? Был как-то В одном дачном поселочке И увидел Потрясающий сад Кто же это делает? Делает одна женщина Возделывает землю Я говорю Каторжный труд Адский Она просто мне отвечает Да нет Любовь нужна Вот так и здесь Никаких сверхусилий Я не прикладываю Ваша любимая игра Какая? Ну Вне конкуренции Это Отмечают все Кто занимается Народными играми Испокон веков Причем Вне конкуренции Лапта Дети меняются Человек, который Играет в лапту И человек, который Не играет в лапту Они отличаются Проходит время Человек, который Играет в лапту Становится По-другому Глядит на мир По-другому Относится к товарищам По-другому Относится к себе Наступает На свои прихоти Желания На свое Его В конце концов А это Очень важно Потому что Пропаганда Эгоизма В наше время И гедонизм Одновременно с ним Это Очень опасно Для Нашего Подрастающего Поколения Возвращение к истокам Вот что способно Помочь современному человеку А в особенности Человеку юному Найти хороший Достойный Жизненный путь Вам понравилась Команда Юрия Васильевича Если да И вы хотите Присоединиться Звоните мне Или оставляйте Сообщение у нас На сайте Телеканала Радость моя И я с удовольствием Познакомлю вас С Русичами А вы смотрели Программу Разыскиваются добрые люди До встречи Редактор субтитров А.Семкин